Всем привет! Сегодня у нас подкаст на тему нестандартных форматов DevRel. И сегодня у нас в гостях DevRel Тинькофф Полсу. Привет! Привет! И DevRelVK Дима. Привет! Приветик! Меня зовут Ира. Я DevRel в компании Тинькофф и участник программного комитета конференции HR API, в рамках которой и проходит этот подкаст. Конференция состоится 14-15 июня 2024 года. Билеты можно приобрести на сайте hrop.com. В предыдущие выпуски подкаста мы уже обсуждали, что такое DevRel. Можно послушать выпуск, который называется DevRel Trend или Must Have. И также обсуждали, так скажем, наиболее распространенные активности DevRel в выпуске, который называется IT-бренд работодателя «Что, где, когда». И в этом выпуске хотим поговорить про, так скажем, нестандартные активности. Я знаю, что ребята в своих компаниях реализовали очень прикольные штуки. И сегодня о них и порасспрашиваю. Давайте начнем с того, что вы представитесь. Мы познакомимся. Расскажите пару слов о себе и за что отвечаете в компании. Алсу. Да. Привет еще раз. В Тинькофф я работаю уже два года. За эти два года я переросла до человека, который лид двух направлений. Первое мое направление, с которым я работаю, это бэкэнд и ML направление. То есть у нас есть такая микро-команда DevRel, которые строят бэкэнты в нашей компании. И второе направление, за которое я отвечаю, это масштабирование ТЦР. ТЦР – это Тинькофф-центр разработки. Много разных офисов. У нас есть более 30 офисов по всей России и в странах СНГ. Ну и, собственно, через DevRel-часть мы придумываем, как их масштабировать и развивать. Вот. Угу. Спасибо. Дима. Привет. Меня зовут Дима. Я с вами в этом кружке анонимных DevRel. В общем, я работаю в команде… Публичная? Да, публичная команда ВКонтакте. Отвечаю именно за развитие DevRel-направления платформы ВК Миниапс. Есть такая платформа у нас, платформа открытых технологий. Это небольшие кроссплатформенные всякие приложения, которыми вы иногда пользуетесь, когда заходите в приложение ВКонтакте. В общем, для многих, наверное, секрет, а для некоторых вообще тайна, но оказывается, что 99% этих приложений делаются внешними независимыми разработчиками. Это не сотрудники ВКонтакте делают. Это делает внешне комьюнити ребят, которые в том числе работают, может быть, в ваших компаниях, может быть, там просто студенты, может, какие-то, не знаю, фрилансеры. В общем, собственно, я и хоровожу вместе с командой это все, или хороводю, не знаю, но как-то, в общем, работаю с этим большим сообществом разработчиков и порядка там 30-35 тысяч человек. Которые делают или учатся делать мини-приложения. Такой DevRel немножко наоборот, в обратную сторону, в общем. Вот у тебя такой, скажем, продуктовый DevRel, правильно? Ну, как некоторые говорят, классический западный продуктовый DevRel. Ну да, 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 да. Все так и есть. Очень интересно. Хорошо. Тогда давайте сразу самое интересное. Расскажите, вот, то есть считается, да, что основные инструменты DevRel – это, там, выступления спикеров на конференциях, стенды на конференциях, статьи на хабре. Это есть почти у всех, как минимум, крупных компаний, да. Но вы шагнули вперед, у вас очень прикольные проекты. Поделитесь, что провели помимо вот этого стандартного набора. Давайте, Дима, в обратном порядке пойдем. DevRel наоборот. Действительно, то, о чем ты говоришь, это, правда, безумно важные вещи для многих компаний, но кажется, что за последнее время эти штуки стали, ну, типа, отраслевым стандартом. Типа, если у тебя нету блога на хабре, если ты не уступаешь на конференциях, твои спикеры не ходят на другие какие-то митапы, либо ты сам их не организуешь. Ну, это как раньше говорили, если у тебя нету сайта, у тебя нет бизнеса. Вот это примерно такая же история. Если ты как-то вот в этих вещах не присутствуешь, значит, у тебя нету такого какого-то внешнего DevRel направления. Это правда, так и есть, но мы подумали о том, что вот у меня, как я говорю, большое количество внешних разработчиков, очень большой комьюнити внешних разработчиков. Это те ребята, которые не всегда попадают на внешние какие-то конференции, иногда дорого стоит, неудобно добираться, неудобно смотреть, не могут прийти к нам на стенд, пощупать, поговорить с нами, не могут прийти там на все митапы, какие-то вещи. И возникает вопрос, как дотянуться до внешних разработчиков, которые не всегда знают про твой бренд, а в том числе и про мою технологию. То есть не всегда понимать, что это за технология, потому что даже выступая на каком-то стенде, на какой-то конференции, невозможно, ну, пощупать, типа, ее. Ты рассказываешь, какие мы замечательные, какие у нас есть возможности, там, продуктовые, технические, все остальное, но пока ребята сами не попробуют своими руками что-то поделать, у них не получается. Поэтому мы в целом стараемся больше делать мероприятия, ивентов, активности, где есть возможность продемонстрировать легкость технологии, там, доступность технологии, ну, и что из нее можно сделать. И что это было? Да, те вещи, о которых я хотел рассказать, из первой штуки, мы решили попробовать с ребятами сделать хакатон, ну, кажется, что-то стандартное, да, но не стандартный хакатон. Мы поехали вместе с командой разработчиков Nail Bruce, вот, настоящие горы, там, на высоте 1500 метров в лагере, почти без света, вообще, возможностей интернета. Ребятам нужно было разрабатывать веб-сервис, для которого нужен, для разработки которого нужен свет, интернет и все что угодно, вот. То есть мы прям взяли ребят со всей России, собрали студентов, совместно с проектом Кавказ РФ, отправили их вот туда, на Кавказ, чтобы они сделали туристическое приложение для будущих туристов, которые придут в этот сервис. Ну, такой, довольно немножко странный, но супер, ничего не понятно, но суперинтересный опыт. Да. Ну, и еще, наверное, о чем можно рассказать, ну, так вот образно, да, коротко, это то, что стандартные на конференциях трансляции, которые сейчас делаются, они почти, они пользуются популярностью, да, ребята приходят, смотрят, но нет той вовлеченности, нет той активности, которой хочется, по крайней мере, нам, чтобы ребята дискутировали, общались, задавали какие-то вопросы, и невозможно в рамках обычных трансляций показать какой-то бэкстейдж, что происходит вообще за кадром, поговорить с какими-то участниками. То есть это, типа, камеры зала, спикер, доклад, ну, довольно классическая схема, поэтому мы примерно уже, как там, больше года, наверное, используем почти для всех своих трансляций и метапов стримы на Твиче, то есть мы находим прямо ребят-блогеров, которые твичовые, такие полноцены. Это из геймерской истории, да? Да, мы немножко подсмотрели, что эта тема очень, ну, подходит для молодой, там, современной аудитории. Как выяснилось для многих ребят, Твич это вообще, типа, новый телек, они могут, не знаю, делать там домашку, смотреть какой-то параллельный фильм, и у них рядом еще Твич открыт. И там кто-то что-то бубнит, что-то рассказывает. И для них это история, где можно прям пообщаться, подискутировать, и такая вовлеченность, конечно, сильно растет от этих процессов. И вот примерно, ну, наверное, около полутора лет мы используем прям Твичовых стримеров, которые не всегда вообще шарят в разработку. Многие шарят в разработку, приходят, и это является таким главным уже каналом коммуникации с внешними разработчиками, помимо классических. Класс, очень интересно. Я сейчас вернусь с вопросами. Алсу, расскажите, расскажите, Алсу, вы. Расскажите, пожалуйста, что вы проводили. Ну, тут, наверное, я для начала соглашусь с Димой про вот этот тот самый гигиенический минимум условный, который сейчас начал распространяться, про то, что есть там митапы, конференции, хабры, телеграм-каналы и всякое такое. И в один прекрасный день мы просто сели с сообществами, которые у нас есть. То есть у нас, удиврело, больше они работают по там направлению QA, Java и всякое такое. Мы сели с сообществами, начали думать, там, условно, у нас есть это, 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 а куда мы еще можем шагнуть. И нам в голову пришла идея с YouTube-шоу. Мы там для себя в какой-то мере понимали, что эта ниша относительно не занята еще никем. С тем, что у нас уже как бы есть там история с подкастами, которые существуют много лет и которые достаточно успешны. И мы решили шагнуть в сторону YouTube-шоу. И мы сняли там по одному направлению. У нас есть новое Java-шоу, которое вот-вот выходит на YouTube. Вот. И вторая история. Мы сняли сериал про QA инженеров нашей компании. Про то, что, не знаю, это не просто какой-то тестировщик, а это вообще-то на минуточку инженер по качеству. И на самом деле там качество является неотъемлемой частью разработки. И, собственно, мы вот про это снимали наш большой сериал. А я правильно понимаю, что сериал это, ну, по сути, какой-то сторителлинг, а вот YouTube-шоу там в чем шоу заключается? Думаю, что можно посмотреть, потому что нас в любом случае разработчики не смотрят, а может и смотрят. И, возможно, у нас уже, ну, возможно, подкаст выйдет позже, чем первый шоу. Да, кстати. У нас, значит, мы сняли Java-шоу, оно называется CodeHotShow. Суть очень простая. Java-разработчикам предлагалось играть в крестики-нолики, но чтобы поставить крестик или нолик, тебе нужно нажать на... вовремя успеть... Ты слушаешь вопрос, который тебе задается, ты понимаешь там ответ на этот вопрос. И если ты там понимаешь, что это за ответ, ты должен успеть нажать на кнопку. Ну, и, собственно, кто первый нажимает, тот и, собственно, ставит либо крестик, либо нолик. Фишка была в том, что у нас играли не наши теньковские сотрудники один на один, а мы собирали большие компании, типа у нас вот в участниках были ребята из Яндекс.Вертикали, ребята из Мир.Платформы, из Самокат.Теха. То есть очень много разных компаний. Ну, как очень много? Семь, по-моему, или восемь компаний мы собрали в первый сезон, и они друг против друга как бы состязались. И у нас такая была некая сетка, как в футболе же бывает сетки, когда команда на команду играет, и вот у нас была команда-победитель. Кто это команда-победитель, я точно не скажу, но сезон получился достаточно интересный. Будем смотреть. А как вы пришли к этому формату? Ну, то есть ты чуть-чуть затронула, что вы сели с сообществами обсуждать, значит, что бы такого сделать? А как это изначально было? Ну, там, предположим, сообщество говорит, давайте, да, что-то придумаем. Или это бизнес говорит, что нам нужно что-то новенькое? Или вот как происходило, как зародился формат? Ну, тут как бы история с двух сторон она идет. На самом деле просто условно там бизнес для нас спускает приоритетные наши стримы, с которыми мы больше всего работаем, в которые мы больше всего условно вкладываемся, в которых мы там фокусируем свое внимание. И один из этих стримов – это Java. Ну, я думаю, что для всех там, для многих, по крайней мере, компаний Java – это больное направление в какой-то мере. Ну, и вот, собственно, у нас там история с того, что от бизнеса спускается там направление с критической важностью. Дальше мы встречаемся с этими сообществами, потому что у нас там есть держатель профессии, там, лидер профессии. У нас есть держатели профессии. Это отдельная комьюнити ребят, которая помогает всю эту историю интегрировать. Ну, и, собственно, там для них условно спускается ракурс нашего бизнеса, курс нашего бизнеса, куда мы, собственно, идем, куда мы вкладываемся. И мы с ребятами садимся и думаем так. Окей, у нас есть там митапы, а сколько у нас митапов? А хорошие ли там условные там NPS, XSAT, что мы можем себе позволить немножечко там выйти за рамки митапов и фокусироваться уже на других вещах? Мы смотрим там наши доклады, оценки по нашим докладам, а мы можем себе позволить. Мы видим, что мы можем себе позволить, и дальше мы думаем про наши возможности, там, а что мы, там, не знаю, с точки зрения физических наших возможностей, вмещаемости, там, финансовые возможности можем еще дальше себе позволить. И, исходя из этого, там, придумывается какая-то другая активность, обсуждая с ребятами. И, получается, бизнес дает вектор, и вы уже внутри обсуждаете, какие есть возможности, если все, что есть в наличии, оно, как бы, хорошо уже развито с хорошими рейтингами. Все так. Дима, а вы как приходили к своим форматам? Ну, это же такие нестандартные, вряд ли. Вы такие, о, поехали на Эльбрус. Ну, да. Вообще, на самом деле, именно так и было. Ну, ладно. Ну, это кто, директор сказал, я хочу на Эльбрус. Не, не так, чуть-чуть. Назад в историю, но быстро постараюсь не разглагольствовать. Где-то в году, наверное, 2018-19, мне когда-то попался на хабре большой материал от тогда еще работавшего в Авито Мишеклюва, известного среди девреллов, которые рассказывали о том, что они делали... Да, очень известного в узкой даже среде. О том, что они делали хакатон в поезде. Они ехали на море, фигачили хакатон в вагоне поезда, приехали, скупались, сели, поехали назад. И я такой, блин, надо что-то сделать обязательно такое. Вот в вагоне было, может, на корабле, может, еще... Ну, ты, короче, идея где-то летала, в какой-то момент времени не получалось никак реализовать, и она легла, наверное, у каждого Деврелла есть такой шкаф, полка идей, которые пылятся, но которые ты обязательно когда-нибудь вспомнишь, может быть, о них и сделаешь. И, собственно, совершенно случайно, на какой-то встрече, на какой-то тусовке мы узнали, что есть такой проект, вот открывая что-то, Россию для студентов или что-то такое. Ездят по нашей стране ребята-студенты, которые устраивают всякие воркшопы, всякие мероприятия. По-моему, Россия страна возможностей их поддерживает. Ну, что-то вот такое большое. Там ездили, например, в городах, где-то промышленностью занимались. Где-то ребята, мастера, типа, там, горшки, там, глины какие-то делают. Мы такие, блин, а что нету вообще ничего про разработку? Может быть, как-нибудь вот сюда что-то встроится? И вот прям совершенно случайно мы с одним, там, человеком знакомимся. У нас процессинг, мы понимаем, что у нас есть потребность куда-то поехать и что-то сделать крутое. Он говорит, а мы как раз ищем какого-нибудь вот такого, как бы технологического партнера на проект Кавказ.РФ. Вот в Кавказе будет такая штука, и мы не знаем, что это. Либо это какие-нибудь там, не знаю, литературный творческий поход сделать, либо еще что-то. Мы такие, чуваки, давайте сделаем реально айтишный поход и поедем в горы. Они сначала такие, да-да, круто, типа, здорово. Потом поняли все потребности, сложности, насколько это вообще технически сложно. И тут уже, наверное, включился наш бизнес, который говорит, не-не, давайте, давайте, мы заинтересованы, надо попробовать платформу продвинуть. Потому что действительно история. Главное показать здесь, насколько даже в самых таежных или горных условиях можно технологией пользоваться, значит, и можно пользоваться на земле в нормальных реальных условиях. Вот, то есть запрос, типа, свой внутренний, наверное, потому что задача такая, продвигать и показывать. Но бизнес включался и партнер включался здесь, который совершенно случайно нашелся, ну, потому что хотелось найти его. А история с Твичом, наверное, это больше... От сообщества. Это ребята просто начали писать в комментариях, что, типа, сори, но... Я говорю, типа, где активность? Где вот эти всякие смайлики? Где мемы? Где все? Они говорят, ну, типа, скучно уже смотреть, сидеть. Ну, да, мы послушаем в перемотке. Я говорю, почему активности нет в моменте? А мы довольно открыто общаемся с сообществом. У нас, типа, как-то деврелло с человеческим лицом, то есть мне в личку пишут люди постоянно. Здорово, здорово. Утром, ночью, вечером. Я прям спрашиваю, ты смотрел метап? Он говорит, ну, я потом посмотрю в записи. Я говорю, ты нормальный? Ты, типа, ну, чувак, ты лояльный наш разработчик. Он говорит, ну, типа, нет активности. И мы начали думать о того, где искать. Я говорю, что смотрите? Какие каналы смотрите? Какие подкасты смотрите? Ну, и ребята сами сказали, что чаще всего смотрят Твич, он у них как телевизор работает. И мы такие, мэч, надо идти на Твич, надо там тоже появляться. Кажется, все эти истории, они такие про насмотренность раз, про какой-то совместный мозг-штурм и про то, чтобы слышать свое сообщество. И про Шерри Рамокер обязательно, потому что то, что классическое, о чем мы говорим, оно бы не родилось, если бы мы думали только о классическом. Вот что Алсура сказала, это телевизор сделать, новый телевизор, типа новый сериал. Это за рамками. А подскажи, пожалуйста, какие вы себе цели ставили на Эльбрусе, например, как-то максимальное количество человек вовлечь? Какие у вас метрики были? Так как цель была основная здесь, больше, наверное, пиарная, маркетинговая, в смысле привлечь внешних разработчиков, показать, что это довольно легкая технология, основные метрики и цели были для себя, ну, вверх, чтобы все живы-здоровы съездили, все вернулись, и получился продукт. Справедливо. Потому что довольно сложное обстоятельство, технически мало ли что могло произойти, и много чего произошло, об этом, наверное, потом поговорим. Цель была сделать продукт, который можно было действительно продемонстрировать. Ребята его сделали. Очень, ну, короче, не все, но очень большое количество федеральных СМИ об этом написали. У нас порядка 180 публикаций в федеральных СМИ было, включая Первый канал, там, всякие там ленты, Руи, все остальное. Вот эти охваты вы тоже хотели, да, планировали? Мы планировали себе в охват попасть миллионов 8 читателей, которые видят нашу новость. Попали в 16,5 миллионов, что довольно неплохо, типа и круто. Ну и вторая история, нам хотелось вовлечь внешних разработчиков, которые не поехали, но чтобы они тоже, как бы, были участниками этого всего процесса. Поэтому пришлось придумать буквально на ходу, на коленках, ну, вот не YouTube, у нас был SMM-сериал. Каждый день отчетный концерт в «Фабрике звезд», ребята вечером постили все, что можно было спостить, типа, как мы собирались, как мы обсуждали идеи, чего не получалось, как кодили, как это делали. И в течение дня-то у нас было несколько блоков на мостных, когда мы, как бы, включаемся в горы, что там у них происходит. И разработчики приходили, за этим следили, смотрели. И вот здесь мы смотрели по охватам, насколько ребята смотрят, насколько есть отклик, там, комментируют, предлагают свои какие-то решения, идеи. То есть, какая была вовлеченность ребят. Вот. Ну, в целом, хотелось, чтобы потом этот проект жил, была аудитория, Мао-Дао, ну, и там все нормально получилось. Собственно, не было проекта в стол. Это если говорить про разработки на горах приложения. Если говорить про стримеров, то обычная история всегда – это охваты, чтобы тот человек, которого ты купил, принес тебе гораздо больше, ну, тут не финансово, а больше в охватах, в аудитории, в активностях, чтобы в целом были позитивные отклики сообщества. Потому что первые опыты, честно, не очень были всегда полезны. Ребята говорят, что это за стример вообще, кого вытащили. Я никогда его не смотрю. Я говорю, ну, как же? Агентство сказало, что он замечательный. Чемки сказали, что он вообще не замечательный. И пришлось, как бы, ну, корректировать свою деятельность. И тут уже ориентирулись на такой NPS, наверное, NPS-сообщество, охваты и NPS-сообщество. И Twitch у вас – это прям уже такой рабочий инструмент. То есть это не то, что, ну, там, сопутствующая такая история, а вы прям… Параллельный, наверное. Вот я бы не сказал, что это основной инструмент. То есть канала на Twitch своего пока нету, и так как мы в ВКонтакте, наверное, пока канала на Twitch не будет, у нас ВК-видео, все дела. Вот, но это, типа, обязательный инструмент для наших, там, внутренней конференции, для митапов, для хакатонов. То есть мы, там, ребят всегда привлекаем, нас всегда есть теперь блогер с Twitch'а, и даже несколько ребят, которые уже сами просятся блогера, говорят, ну, что, когда следующий ивент? То есть я готов даже просто за интерес, мне, типа, прикольно, я хочу сам посмотреть, покодить. Вот такая история. Прикольно. Прикольно. Алсо, у вас какие цели, метрики? Если говорить про цели, на самом-то деле, я сейчас буду разбираться на двух примерах и про сериалы, и про код-хот-шоу. То есть в какой-то момент, наверное, я, возможно, сейчас грубо скажу, столкнулись действительно с такой проблемой, что как-то начали пренебрежительно относиться к работе QA-инженеров и как-то называть их тестировщик, и у них появилась какая-то обида, что я какой-то тестировщик, и вообще-то не тестировщик, просто тут, а без меня ничего у вас не выйдет. И у нас прям появилась одна из целей, наша профессия, то есть с каждой профессией мы стараемся в начале года обстучать, обсудить, какую цель, какую там историю мы будем транслировать в течение всего года. И одна из них, то есть для нас стала избавиться от названия тестировщик, что не тестировщик вообще-то, а QA-инженер. Не QA-инженер, а инженер по качеству. Это человек вообще-то в тестировании, это и есть часть разработки. Ну, то, что я до этого ранее говорила. И у нас была прям эта цель, поэтому, в том числе, сериал, это был один из инструментов показать важность тестирования, почему важно условно уходить от ручного тестирования к автотестированию, как писать автотесты, на каком языке по нашему личному мнению под этот проект подходил тот или иной язык. И в том числе, ну, то есть первая цель, это было непосредственно про само название, чтобы как-то более уважительно вся эта история происходила. И второе, естественно, у нас был очень там большой, крутой переход на одном из проектов там с ручного на авто. Это происходило все очень достаточно массово. И есть там такое понимание, что некоторые компании до сих пор живут в тех реалиях. Это происходило там условно в 2017 или 2016 году, сейчас честно не вспомню. И мы сейчас на данный момент, в 2024 понимаем, что до сих пор есть такие компании, которые находятся там в реальности 2016 года. И нам хочется делиться нашими cool stories, классными практиками техническими. И для нас важно, чтобы у нас эту историю переиспользовали. И там прикольная штука. У нас там есть свой кей-канал сообщества. У нас приходит очень большое количество комментариев с вопросами про там типа, а у нас действительно такое, а что нам делать с этим? Или там, допустим, приходит какой-то супер там широкий вопрос, и ребята, участники сериала, назовем их актеры-кей-инженеры, приходят в комменты, и они сдают уточняющие вопросы. Они там начинают переходить, общаться в личку. И наши инженеры выступают там условно такими консультантами для других компаний. И мне кажется, это достаточно прикольная штука. Мы, наверное, для себя так глобально не закладывали, что наши кей-инженеры станут консультантами для внешнего контура. Но как факт это получился, это достаточно прикольная штука. Это история как будто бы, что это признание для них, да, как будто бы? Мне кажется, в какой-то степени да. Вот. А если говорить про второе... Про второе шоу, мы, наверное, понимаем, что немножко сложновато с Java-разработчиками работать в плане там у них хоть сто-пятьсот задач, не хватает там какого-то времени. Есть там какой-то миф про то, что они могут там тут где-то поддушнить, там где-то поддушнить. И одна из там историй была развеять этот миф, что они действительно умеют там сидеть, веселиться, общаться, потому что, ну, там шоу, через раз ребята на вопросах смеются, они пытаются друг друга опередить, там идут большие дискуссии. Я вот прям сегодня просто мы пересматривали один из финальных выпусков для итогового согласования. Вот. И там шутки про то, что вообще-то вы, если мир, платформа условно не будет работать, вы не сможете платить без нас. Это всякое такое. Это достаточно прикольно видеть там коммуникацию, все это. И еще здорово, что ребята болеют за свои компании. Ребята там прям вообще играли прям до последнего. Они прям говорили, мы пришли отстаивать честь своей компании. И это было прям очень круто. Кто-то приходил прям с супербезумными стратегиями, ну, видать, заранее. Они посмотрели, типа, как лучше расставлять там крести, какие-либо нолики, в каком порядке куда ставить. И ребятки прям приходили с стратегиями. И это было круто. И наша цель, наверное, была это вот развеять миф какой-то душности. И, собственно, чтобы больше раскрывалось комьюнити, больше дружило друг с другом, больше общались, больше переиспользовали, переиспользовали какой-то опыт. Потому что в процессе там задавались в том числе технические вопросы. И каждая команда со своей стороны разбирала там, типа, а этот подход правильный, а там парное программирование, это точно хорошо? Или всё-таки давайте уберём в сторону парное программирование. Это было круто. Вот. И что вы планируете считать? И там, и там. Ну, мы точно будем смотреть, понятное дело, охваты. Мы точно будем смотреть, досматриваемость. Понятное дело, что в первой серии она будет самая, как показывает нам практика, например, автоматизация. Мы это уже сейчас видим, что, допустим, первая серия, которую мы выпустили, у неё там супер большие просмотры. Я сейчас сразу не могу сказать, но там типа порядка двух лямов она там набрала за там четыре недели. Для нас это, ну, очень хорошо. Но дальше мы видим, что становится чуть поменьше. Где-то кому-то что-то не зашло, где-то не раскрылся вопрос и всякое такое. Мы сейчас будем смотреть итоговую доходимость у каждой серии однозначно. Мы будем смотреть прогресс просмотра каждой серии. Безусловно, это количество там лайков, охватов, комментариев, ну, какие-то такие вот базовые истории. И на основе этого мы будем принимать решения, наверное, по отъёму второго сезона. Потому что важно, наверное, понимать, что это, на самом деле, снимается очень долго и очень сложно. Это очень большие такие проекты. Мы всё это отсняли ещё там в ноябре двадцать третьего года. Но история с тем, что тебе нужно сделать там монтаж, цвет, звук, там согласовать с компаниями, чтобы это никого не обижало и всякое такое. Большой достаточно процесс, и мы вот выкладываемся вот-вот только в марте, в конце марта двадцать двадцать четвёртого. Вот, кстати, по поводу того, что это сложный процесс, и там свет, звук, монтаж, какие вообще люди задействованы в организации этого процесса? Что они делают? За что отвечают? Это фулл-тайм, не фулл-тайм? Давайте на, не знаю, примере Кот Ход Шоу, потому что он действительно был намного сложнее, чем мы снимали сериал. Сериал, кстати, я поняла, что я ни разу не назвала сериал, он называется Томатизация. Вот, на примере Кот Ход Шоу разберём. Это был очень сложный проект, здесь важно понимать, что в нашей компании у нас есть, ну, такая, назовём это роскошь, правда, это так и есть, у нас есть видеостудия, видео продакшн, где работают команды условных операторов, команды продюсеров, которые там помогают нам всю эту историю создавать. Условно, у нас появляется там эта идея, мы приходим к нашей видеостудии, для нас назначаются продюсеры, дальше у нас начинается потрясающая история с продакшном, и мы не можем любой попавшийся продакшн взять, у нас тоже там есть внутренний комплайнс и всякое такое, у нас начинаются тендеры, мы эту всю историю отсматриваем, выбираем нужный, происходит осмечивание, то есть это в первую очередь продюсеры, находится команда. Ну вот ты села с командой, вы такие придумали, о, давайте, значит, крестики-нолики, да, то есть была какая-то орг-группа, решили с крестиками-ноликами, и дальше пошли в видеостудию, там был продюсер, который производил ревью нашей идеи, что она действительно нормальная, в ней есть там условно какой-то надрыв, какая-то проблема, то есть он такое производит, небольшое ревью, а точно ли зритель это будет досматривать, вот. После того, как мы понимаем, что зритель это точно досмотрит, у нас начинается поиск наших подрядчиков, потенциали, начинаются торги, работает сразу же несколько агентств. А какие подрядчики? Ну, то есть агентства, ну, в смысле, ага. Ну, вот продакшны, есть же внешние продакшны, с которыми мы работаем, и у продакшнов начинаются торги, мы приходим к ним с техническим заданием, говорим, вот у нас есть вот такая-то идея, насколько это реально, нереально, они начинают создавать осмечивание, там, подсчёт условных операторов, подсчёт звукооператоров, тех, кто делает мейк, костюмеры, там, это огромное гигантское количество людей, там, мне кажется, на площадке в моменте только технических ребят без там участников было порядка там 25-30 человек, вот, потому что это, не знаю, огромный плейбэк, где сидит... Звучит очень масштабно. У меня есть, на самом деле, фотки, если мы сможем после там выпуска это куда-то к посту привожить, я могу это сделать, потому что при этом все 30 человек передвигаются на цыпочках, чтобы не было грязи на зву... Ну, типа, в звуке не было грязи и всякое такое. В общем-то, это было... Не знаю, если суммарно считать, там, со всеми деврелами, которые принимали, потому что важно понимать, что в этом проекте не только... Там, условно, есть команда продакшна, команда видеостудии нашей, есть там команды деврелов из компании, там, Сбер, условный самокат тех, есть еще участники, и там, мне кажется, общее количество, если посчитать, порядка 60-70 человек были задействованы в этом шоу. Да, очень масштабно. Дима, расскажи, какие у вас роли? Ну, то есть, надо как-то тоже процесс туда поехать, какие-то площадки рендовать. Я, честно говоря, не представляю, сколько там нюансов. Я, когда слушал ОСО, я подумал, что, во-первых, Спилберг может позавидовать, и... продакшенов, которые там есть, а потом, когда она говорила, что мы посмотрим, какие там будут отклики, я подумал, что она сейчас, как модный режиссер, скажет, переснимем финал. Нет, мы точно не готовы. Нет. На самом деле, после вот этих съемок, я подумала, если вот шоу, мы сняли там, условно, 7-8 выпусков, я, честно говоря, не помню точно, да, 7-8 выпусков, если это было так трудозатратно сделать для IT-шоу, что, интересно, происходит на реальных съемках, как кинематографы. Типа, стоп, не та фраза, переснимаемся, переснимаем финал. Ужас, ужас. Короче, говоря про нас, если про Хакатон на Лебрусе, две сущности. Первая, это вообще люди, которые поехали туда, и что-то там делали. Часть работ на себя взял подрядчик, мы только выставляли требования, то есть какая должна быть площадка, типа, нам нужны, например, генераторы света, чтобы там был постоянный свет или источники бесперебойного света, либо протяните на гору провод, что это почти невозможно, либо ставьте бензиновые генераторы, которые будут там электроэнергию, например, вырабатывать. Там сколько ребят, например, будет, это тоже определяло совместно. Мы считали минимальное количество студентов, которые могут поехать, чтобы в целом процесс был, а подрядчик говорил, сколько может в целом принять, чтобы организовать их, например, там питание, там еще какие-то вопросы. А вот начиная с идеи, вот ты один, ты говоришь, мы, кто мы? Мы, значит, у меня есть в компании тоже роскошь, ну не такая, как у вас, но другая роскошь. Она называется Триада, управляющая тайда коалиция. Она состоит из Деврелла, руководителя пиара нашего суперапа и руководителя маркетинга. Это три больших направления продуктовых, можно сказать. То есть пиар занимается пиаром всех продуктов, которые делаются в камень аппс, типа там знакомство, здоровье, там шаги, теперь здоровье, фитнес будет называться. То, чем иногда люди пользуются, то, где публикация бывает, это пиар. И, собственно, роль моя здесь какая? Я прихожу, говорю, мне нужен, как это, энергия на тех пиар. Давайте мы про наших, не только про продукты будем рассказывать, какие замечательные ребята знакомятся в знакомствах, но еще и какие разработчики все это замечательно делают. Человек, который занимается маркетингом, тот, кто запускает всякие промо-компании, акции, все остальное. Вот когда я пришел сразу заработать, я понял, что это челики, с которыми надо дружить. В смысле, не вот в рабочих созвонах, там, здравствуйте, вот я вам поставил тасочку, когда вы этот работаете. Не, вообще, так работает, но работает плохо. Мне показалось, что надо наладить максимально в целом добрые отношения. Ребята были не против, там, после барчика и каких-то историй. Мы поняли, что втроем нам легче делать большие проекты, которые касаются тех пиара Деврела. Почему? Потому что, например, у меня есть вижн про разработчиков, что у них болит, как это вообще им донести, как сделать. Пиар может понять, ага, так, сейчас мы на Хабаре, сейчас мы на ВИСИ, сейчас мы туда запрыгнем. Мартин говорит, я возьму немножко денежек из своего чемоданчика и запущу вам промо. Вот это мы, это вот мы, будем говорить, так запомнили под звездочек, это мы. Собственно, вот мы втроем думали про то, что как поехать. Подрядчик, вот Кавказ РФ, занимались, все равно они на площадке принимающая сторона были, то есть они нам обеспечивали быт. Мы объяснили, какие нужны требования, решили, какое количество ребят будет. С них была история, там, принять, встретить, там, на горы, там, инструктор, вот этот, кто там водил на горы, там, инспектор, или как он там называется, горно-проходческая деятельность. Короче, в общем, все, что обеспечивало быт в горах, это была история с них. Экскурсии какие-то, там, на подъемнике, что-то еще. Мы единственное, только ТЗ писали, согласовывали с ними, как это должно быть, чтобы ребятам было в целом комфортно жить, чтобы ребятам было комфортно работать в этих условиях. Портал вот Кавказ.РФ, где ребят набирали в эту экспедицию. Собственно, мы написали, какие требования должны быть к ребятам, помогали отбирать тех ребят, которые могут поехать. Очень круто, что не было никакого давления. Я очень переживал, что скажут, типа, а вот эта Зина, там, дочь проректора, там, давайте мы ее возьмем. Вообще, вообще никакого не было. То есть, прям, вот мы говорили, типа, слушай, челик не тянет, видно, что компетенции не хватит. А вот это там хватит. Брали разных, там, дизайнеры, разработчики, менеджеры, продукты условные. Это все студенты были. Все студенты, до 25 лет ребята, но которые, так или иначе, должны были организовать новую команду и сделать полноценный продукт. Чтобы у них получилось там на месте все это делать, мы туда вместе с ними отправили двух наших сотрудников. Одного парня из команды модерации и поддержки, то есть, это прям разработчик, бывший, который сейчас целыми днями занимается модерацией, там, мини-приложений, знает все тонкости, нюансы, сам умеет кодить. Сам в прошлом, бывший внешний разработчик. Он прям технически помогал это все делать на площадке. И с ними поехал наш проект-менеджер из команды бездева, то есть, человек, который занимается вообще продуктом, как сделать проект, как его визуализировать, как подумать о пользователях, как там подключить какие-нибудь там дополнительные внешние источники, типа карты, навигации, там, таблички указательные. То есть, как можно сказать, продукт, слэш-проджект, который помогал, как взрослые, организовать работу студентов. А еще была небольшая часть работы удаленной, это вот мы, триада, SMM, специалист, привлеченный в этот проект, который как раз-таки помогал вести этот SMM-сериал. То есть, это девочка SMM-щик, которой ребята присылали весь контент, фотки, голосовухи иногда, видео, какие-то текстовые, и вместе она уже оформляла какие-то посты, коммуникации, где-то лонгриды, где-то были посты, где-то какие-то короткие клипы. Мы в целом отсматривали, говорили, ок-не-ок, поправить, что выпускать. То есть, это вот команда такая, которая здесь работала. А вот насчет... Да. Согласования у вас долго шли? Нет, довольно-таки быстро происходит согласование. Тоже, наверное, некоторая преференция такая, что большие проекты, которые там... Типа, как придумать конференцию? Конечно, мы общаемся с топами, с начальниками, потому что это позиционирование бренда, бюджета, какие-то вещи. Все, что касается контента, типа видеоролик, там, выложить фотки, альбом, вот выше нашей тройки никуда не уходит. В целом, мы считаем, что мы компетентные люди, и можем принять решение о том, что мы сами можем решить. Хорошего качества контента или нет? Мы можем отнести, если, грубо говоря, например, ну, это вот отвлеченная история, какой-то ролик, там, не знаю, новогоднее поздравление внешних разработчиков. И в ролике есть слова двух топов, которые ребят поздравляют. Мы отнесем, покажем, как топы там выглядят. Но не все истории, вот Петю там, Петю можно брать, не можно? Мы сами считаем, что ему компетентны брать Петю или нет. Не быстро вся эта история построилась, но, собственно, мы доказали, что этот процесс гораздо быстрее работает, чем спрашивать каждый раз наших любимых начальников, прям постоянно. Они являются узким горлом во многих процессах. Ты отправляешь ролик в понедельник, дай бог, в субботу тебе кто-то скажет, посмотрел, и потом говорит, заменить. Ты идешь, меняешь, приносишь, и еще в следующую субботу кто-то посмотрит. Ну, блин, ребят, ну, это вообще не скорость. То есть мы как бы прям сильно аргументируем, что надо ускорять. Поэтому мы вот здесь принимаем решение касаемо контента, которое публикуется, что выходит, ну, типа, считаем, что мы уже научились тонну в войс сообщества и качество в целом тремно не выкладываем. Так, а что ты спрашиваешь изначально? Я забыл уже. Изначально про роли в команде? Про роли. Про стримы рассказывать или потом ты скажешь? Ты расскажешь свою историю. Давай, давай, давай. Нет, давай. Слушай, про стримы все гораздо примерно то же самое. То есть мы той же тройкой принимаем решение, кого мы берем. Единственное, что мы подключаем здесь, у нас есть в Вике целый отдел большой по работе с инфлюенсерами, с блогерами, со всякими ребятами внешними. То есть это типа от Клавы Коки до каких-нибудь техноблогеров, с кем нужно поработать, как можно привлечь. Почему? Потому что многие ребята, кто там, в том числе техноблогеры, они не работают сами напрямую, они работают через агентство. И поэтому нужна связь с агентством. Здесь как бы не хочется самим ходить. Там тоже есть тендеры, есть торги, есть какие-то истории, связанные с индейом, что что-то нужно объяснить. Вот мы ребятам, кто очень крут и профессионально умеет работать с блогером, просто отдаем ТЗ. Например, у нас будет мероприятие, либо вот того блогера, который у нас уже был, либо какого-то похожего. И прям расписываем, какая нужна целевая аудитория, возраст, что он должен знать, уметь, примерно о чем можно будет с ним поговорить и рассказывать формат. Вот этот отдел занимается поиском и поимкой. Когда мы работаем на площадке, мы просим кого-нибудь из пиара, вот у нас там Зоя царится пиара, у нее есть несколько ребят, кто либо на аутсорсе, либо внутри, контракта, может с блогером там за ручку элементарно походить, побыть тем сопровождающим. Почему? Потому что в целом, когда идет ивент, мы сами всегда в огне. Либо, например, на сцене, там я ведущий, ребята где-то за сцены помогают трансляцией, отвечают на вопросы, комментарии, все остальное. Блогер остается немножко один. Вот очень важно, чтобы был кто-то, кто водит его за руку, у него есть сценарий подойти к тому, к тому. Внезапно можно подойти к этому, если увидел, что там кто-то что-то делает, но там какие-то вопросы с тем-то обсудить. Вот этот человек занимается блогерами, занимается работой с ними. Вот немного здесь людей, к сожалению. Я бы очень был бы рад, чтобы у нас было 40 человек, которые помогают что-то делать. Но, возможно, это не всегда упрощает процесс. Алсу, а про согласование, вот про шоу, это даже еще более интересно, да, потому что это видеопродакшн, который идет прям в качестве шоу на YouTube. Там сколько уровней согласования и как долго вообще это идет? Ну вот тут, наверное, такой момент с тем, что да, есть согласование, еще есть дотошность, условно говоря. То есть, как это работает, допустим, на примере сериала. Да, в сериале у нас снималось там 8 героев. Во-первых, всем восьмерым мы обязательно скидываем каждую серию на согласование, чтобы они посмотрели, нравится им, не нравится. И тут важно, наверное, понимать, что там, допустим, условно сидит герой, и его снимает сразу там две камеры, может одновременно там типа крупный план, дальний план. Средний мы не берем. Не настолько еще мы пока. В общем-то вот. Допустим, и он смотрит, он может сказать, что мне не нравится, что вы меня здесь слишком близко взяли, не знаю, условно у меня видны морщинки. Или у меня вот здесь волосы торчат, подмажьте, пожалуйста, вот эту вот историю. Мы можем заменять кадры там с разных сторон. То есть обязательно все герои, у нас это условие, чтобы они отсмотрели. Потому что в том числе, например, как бы у нас есть потрясающая история, которая называется «Наше законодательство», и в нем прям очень четко прописано, что мы не можем просто так использовать никакие материалы, чтобы там ни у банка, ни у меня, ни у продакшна впоследствии там через парочку лет не было никаких проблем, чтобы нам со словами пришли «А почему мое лицо до сих пор лежит на вашем YouTube-канале?» Мы с ними обязательно со всеми подписываем согласования, которые у нас хранятся в специальных папочках, папочках в специальном стеллаже, если что, наготове. А в чемоданчике под ключиком? В чемоданчике под ключиком ключик в яйце. В общем-то вот. И, собственно, понятное дело, мы безусловно согласовываем с нашими участниками, но вот признаться честно, да, если мы говорим про сериал, дальше выше, ну там, согласование с пиаром никуда не пошло. Дальше мы остаемся на своем уровне и согласовываем только на своем, там, условно, поправить свет, поправить цвет, поправить звук, поправить там склейки какие-то. А вот сказал что-то не то, может быть. А вот сказал что-то не то, это смотрю я, и там, допустим, если я вижу, что что-то чувствительное, это мы вырезаем. Но важно понимать, например, когда мы снимали томатизацию сериала, у героев были четко прописаны идеологи, понятное дело, у них не стоял суфлер, по которому они читали, на самом деле, им просто за кадром стоял сценарист, задавался вопрос, и они там полностью отвечали, раскрывали всю историю. Но никто из них, поскольку сценарий был заранее прописан, и там тезисы были заранее ясны, никто из них не сказал ничего чувствительного. А если, например, говорить про код-хот-шоу, там, конечно, намного больше было согласований, кроме там базовой редактуры, которая идет по продакшену, каждую компанию, там, во-первых, до этого, мы старались как-то интересно, условно, представлять компанию, там, я не знаю, там, это компания Тинькофф, они там делают это, 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 они в желтого цвета, они, ну, как бы, вот, в общем, были такие, скажем так, забавные названия, не стандартные, а описания компаний. Чтобы, не дай бог, это никого не задело, мы заранее прописали все возможные варианты победителей, проигравших, вот это вот все, мы заранее отправляли это Деврелом на согласование на их сторону. Кому-то нравилось с первого раза, кому-то не нравилось, там, и со второго бывало не нравилось, и с третьего бывало не нравилось, кто-то относил дальше у себя внутри компании в пиар-согласов. То есть, это вот была очень долгая машина, но она происходит сейчас, благо, на самом деле, сейчас все очень быстро идет, и правок уже никаких нет, потому что мы очень хорошее подспорье сделали в начале, и заранее очень много всяких тонкостей и моментов проговаривали. И после того, как у нас там появлялись первые черновики там выпусков, мы еще их не красили, ничего не делали, мы сразу загоняли их деврелом, просили их там очень оперативно смотреть, важно понимать, то есть, мы же тоже на своей стороне, я понимаю, что они не могут сейчас бросить всех спикеров, побежали смотреть Кот Ход Шоу, ну, как бы, я понимаю, что это не так происходит, и мы там старались, условно, давать там 3-5 дней разброс, чтобы они не могли посмотреть. У нас каждый раз на нашей стороне там типа продакшн гонит на нас, ну, в плане, что, не в смысле гонит, кричит, а в смысле гонит, чтобы быстрее было. Да, то есть продакшн гонит, чтобы это все делалось быстрее, я же, естественно, не могу прийти к ним, так сказать, и у нас там на своей стороне были терки, я говорю, ребят, ждем, мы не можем так приходить, и, в общем-то, вот такие вот истории у нас происходят. А еще раз, сколько прошло вот от идеи до, когда вы планируете опубликовать первый выпуск? Ну, год, наверное, будет. Вот как раз-таки мы начали примерно в том году, мы начинали где-то в апреле, и вообще у нас не была изначально идея крестики-нолики, у нас была джава-бинга, мы это назвали, вот, но мы поняли, что там как бы не хватает сюжета и экшена, скажем, вот так вот, это не то, чтобы какой-то боевик был, в общем-то, не хватало какой-то вот этой, ну, критической, надломной истории, на которую нужно смотреть, и в какой-то момент джава-бинга переросло в крестики-нолики, а крестики-нолики переназвались в код-хот-шоу. В общем-то, там очень большой, ну, год прошел с момента идеи до момента уже вот прям финала, что у нас сейчас уже пять мастеров готовых выпускать. Прям уже интересно посмотреть. Это труды года. И подскажи, пожалуйста, ну, наверняка, что-то шло не так. Вот какие, может быть, случились косяки, а может быть, вы в последний момент успели что-то исправить, но вот какие-то грабли такие, особенно за год, наверное, там много чего, чему научились. на самом деле было два таких узких места, очень сложных. Первое, это все-таки сами вопросы, потому что у нас есть ведущий, его зовут Саша, Саша, это наш как бы бывший джава-разработчик, но теперь он не то чтобы ушел из нашей компании, он преподаватель в нашем центральном университете, то есть он закончил карьеру разработчика, перешел полностью в преподавателя, и он очень много работает со студентами и важно понимать, что там условно у нас было семь выпусков, всего там в выпуске девять вопросов и каждому выпуску все вопросы полностью писал он, то есть мы не заказывали их ни в каком стороннем там типа квизе и что-то такое, потому что они не знают особенности джава-разработчиков, они не могли придумать нам то, как нужно было, то, как мы хотели, мы пробовали, у нас не получалось, в итоге мы сошлись к тому, что у нас все вопросы писал Саша. Этот процесс очень трудоемкий, этот процесс очень долгий, потому что нельзя просто написать вопросы и выкатиться на ребят. Мы проводили внутренние ревью на наших джава-разработчиках в компании, обстукивали, какие-то вопросы у нас слетали, какие-то оставались, то есть вот это был очень долгий момент. И второе, наверное, важная история, были компании, не буду говорить какие, их в любом случае они в итоге не снимались, которые отказывались, сначала там условно они соглашались, все было, окей, там за неделю-две какие-то компании у нас слетели, благо были компании, которые нас согласились подстраховать, то есть иметь заранее, наверное, страховочные компании и жить там в мире, и заранее с этими компаниями договариваться, что, блин, вот у нас состав есть сейчас, давайте жить в мире, что если кто-то слетит, мы вас возьмем, потому что, наверное, если... Им окей? Им окей. Ну, мне кажется, здесь важно, если ты прям прозрачно про это говоришь, то есть мы как бы обсуждали изначально, что если не получится в этом сезоне, то мы точно берем вас в основной состав второго сезона. Вот. Были компании, которые там в какой-то момент там в один из последних пришли, нет, со словами, что мы переживаем, что вы будете хантить наших Java-разработчиков, я такая сижу, думаю, блин, во время шоу, во время шоу, я прям на площадке буду с оферами стоять, и мы такие хобой сразу... С листовкой. ...в дизайн-системе провели интервью, ну, типа, по систем-дизайну, все, вот, готово. Ну, короче... А сама такая, блин, классная идея, почему я это не сделала? И на самом деле рекрутеров с собой привела сразу всех, и мы такие фигачи. Нет, такого не было, на самом деле, но была у нас такая компания, я так удивилась этому, наверное, уже сейчас. Ну, в общем, да. Вот два совета, заранее готовить вопросы и иметь там пул ребят, которые будут готовы это ревьюить, и второй момент, иметь хорошие компании, с которыми у вас хорошие отношения, которые будут готовы вас подстраховать. Вот. Мне кажется, вот второй раз мы приходим к этой мысли, как важны коммуникации. Я просто вспомнила, как Дима свою триаду организовывал. Тоже. Банду. Да, банду. Дима, а у вас вот тоже интересно, мне кажется, там столько всего может пойти не так. Так, ну, да. Что бы тут пошло так. Короче, изначально мы начинали проект с Эльбрусом готовить тоже где-то в марте месяце прошлого года, соответственно. И он должен был поехать в июле, 15 июля, по-моему, должны были ребята поехать. Все пошло не так, потому что есть торги, есть всякие тендеры, есть какая-то вообще у нас тягомотина в жизни, которую все сейчас очень сильно любят, но понимают, что надо просто принять, выдохнуть. И один из подрядчиков, который организовывал что-то на площадке, типа там питания, заселения, что-то еще, он не смог проторговаться, другой тоже какую-то фигню там подал в торги. В общем, торги не состоялись. Пришлось переторговывать все, что там может проторговаться, и вся площадка сдвинулась уже на конец лета, либо типа на осень. Поэтому ребята поехали как раз таки, по-моему, 30 августа мы поехали и 9 сентября закончили. Могу немножко ошибаться уже в сроках, ну, короче, в общем, первая неделя сентября мы там были. Соответственно, что к этому моменту часть студентов, которых мы отобрали, отсмотрели, с которыми провели интервью, провели несколько онлайн-встреч, проговорили про технологии, они пошли, потренировались, часть это примерно треть, сказали, мы не можем уже выехать в эти сроки, у нас там мы едем, не знаю, в Сочи, в Сириус, куда-то еще, все, мы меняемся. Мы такие, блин, что-то надо новых ребят найти, мать земля русская, рожай новых студентов, которые готовы быстро включиться в проект, вот, и мы прям начали реально, а там справки всякие, разрешения там от вуза, там что-то еще, там билеты им купить, в общем, приличные, в общем, хлопоты, сколько седых волос у тебя появилось. Приятно, хорошо, что я не один сидел, мы сидели вместе, все по чуть-чуть, плюс как раз получился такой период, что там был период времени, что я был вообще один Деврел в Минниапах, предыдущий Деврел ушел, который коллега мой был, я был один, и мы только взяли себе мне, можно сказать, новую коллегу, мою подчиненную, она была на испытательном сроке первой недели, и я такой, ну, давай я тебе часть вообще общих задач быстро погружу, не будет легкого отбординга, а я пойду... Вот он, испытательный срок. А я пойду, позанимаюсь здесь Эльбрусом, поэтому было возможность посидеть, короче, спокойно, в свое удовольствие. Такие еще моменты внезапные, что в целом в горах может пойти всякое, может смениться погода, могут пойти дожди, что, собственно, было, там часть техники ребята залило, ребята позаболели все в горы, не хватило там медикаментов, которые мы с вами брали, типа там аспирина, каких-то бытовых вещей, скоро туда проехать не может, кто-то пешком сниз, с гор бегал в аптеку, единственный круглосуточный в каком-то там селе Ауле нашел с кучей этих аспирин и бежал назад, в общем, тут это же не до разработки было, а при этом есть это тайминг, давайте, пожалуйста, вовремя проект, ждут, ждут публикации, ждут охваты, ждут это все. Поэтому я сказал, что главная для меня цель наверное была, чтобы все вообще целые, здоровые, нормальные приехали, не больные, потому что все-таки такие полевые условия, это довольно было сложно. Ну и сама вот возможность связываться с ребятами все несколько раз в день по нормальной связи, то есть они там куда-то лазили на дерево или где-то там искали горки, могли оттуда что-то отправить, позвонить, а потом ты не знаешь, что с ними происходит какое-то время. Они говорят, у нас нет связи, мы там кодить пошли дальше, потом выйдем с вами на связь. Это немножко напрягает, потому что ты вроде как такой, как мама-курочка за всех переживаешь, там люди поехали, что происходит. Это вот, наверное, типа ненормально, да? Ты же деврел, вообще, тебе это вообще не должно касаться, а ну ты же замутил всю эту фигню, поэтому будь добр, пожалуйста, за все это отвечай, за весь процесс. То есть такие проджетовские штуки какие-то, просто человеческие штуки. То есть, ну, много факторов, когда много людей, когда ты не можешь быть рядом. Возможно, то, что рядом было бы проще никому не было бы, больше шороху было бы, но дистанционно за этим следить еще сложнее. То есть сложнее помогать, сложнее оказывать какую-то поддержку. Про стримеров, ну, самые простые штуки, что стримеры бывают очень своеобразные. Они слушают одно, подписываются на одно, а потом стримеры рассказывают совершенно другое. Такие-то истории тоже бывали, когда во время стрима, там, чувак один, ну, не то, что прям захейтил нас, но начал рассказывать, типа, да, что-то я вообще не знаю, что они тут вообще вещают, я что-то смотрел, не понял, фигня какая-то, ну, ладно, разберемся. И такой, блин, мы тебе денег дали, пожалуйста, хвали нас. Или хотя бы будь, будь предельно тактичным, не будь вот этим вот злым человеком. Здесь, в целом, все нормально, здесь самая большая сложность, что идет обычно не так, это опять же, не успеваешь проторговать нужного человека, не успеешь захватить какого-то стримера, потому что, ну, такой инсайт, что в России не так много хороших, качественных техностримеров. Тех, кто умеет разговаривать на языке разработчиков, кто сам, например, разработчик, пробовал что-то, не только сидеть, типа, играть в доту и стримить, а там геймдэф или пробовать что-то самому ручками делать. Их, типа, реально по пальцам двух рук, полторы руки, можно посчитать всех ребят, их очень немного. За ними охотятся, другие люди их тоже зовут на какие-то мероприятия, им можно банально не успеть, не перебить, не перекупить, и будешь сам туда стрим вести, что довольно не очень хорошо. Ну, и кажется, из твоей истории как будто бы нужно потестировать, если какая-то компания Абсолютно верно, да, нужно 100% тестировать, нужно начинать с чего-то простого, ну, это очень интересная история, типа, попробовать выйти на Twitch. Не факт, что вообще для вашей аудитории это зайдет, что аудитория ваших разработчиков смотрит Twitch, что смотрит этого чувака, что он зайдет им его манера, разговор, ну, вообще, как он рассказывает, как он позиционирует. Не факт, что вам зайдет с ним работать, потому что это история про, ну, такую прям сильную открытость. Ну, то есть, обычно стримера, он не сидит так же, как транслятор в зале и вот так вот камеру не держит, в одно место не смотрит. Он лазит все время по площадке, он выдергивает людей, он может задавать неудобные вопросы, ну, чтобы была дискуссия, была какая-то такая интересная тема, ну, на самом деле. Он может взять твоего спикера после доклада, который только что выступил, такой думал, господи, все прошло, больше меня никогда никуда не позовут, а то тебя дергают и задают снова вопросы. И он на панике может вообще что-нибудь выпалить не то, что ты с ним там два месяца тренировался и говорил, вот это не говори, это кризис, пожалуйста. Вот именно это не говори. Да, кто бы ни спросил, вообще эту тему не затрагивай, такое может произойти. Ну, то есть, это действительно история протест, кому-то заходит, кому-то нет, нам зашло. Мы научились, для нашей аудитории прям хорошо работает, в целом мы этот процесс выстроили, но надо пробовать, то есть просто, что не у всех может получиться нахрапом. Ну, надо, как вот правильно сказал, усиленно заранее готовиться. Вот круто, что она сказала, мы там продумали все эти вещи. Конечно, мы тоже там со всеми соглашениями подписываешь, со всеми все это делаешь, но очень многие вещи, которые ты либо мог не учесть, либо они могут идти не так, и поэтому, если у тебя предварительно есть хорошая подготовка, в плане того, что ты подумал, самый худший вариант, типа вот если вулкан извергаться будет, что вы будете делать? Тогда тебе немножко проще подстраховаться и вытащить проект, ну, как минимум, в ноль, пиарный, не в минус, если даже что-то еще хочется успеть спросить, может быть, коротенько, про стоимость. Я понимаю, что мы к каким-то четким цифрам не придем, потому что где-то агентство, где-то много чего внутри, но вот условно, если я, там, у меня компания 50-100 человек, я просто задумалась, может быть, смогу я себе это позволить или нет, может быть, где-то в человека часах, вот сколько такой проект может стоить, вот, например, Эльбрус? Все зависит от масштабов, куда ехать, сколько ехать, можно же с палатками поехать за город в лес, взять с собой, там, два генератора для света, и ребята будут сидеть кодить и какой-нибудь Wi-Fi роутер. В целом, это будет стоить, ну, там, 50-100 тысяч рублей, ну, там, еды им взять, шашлык и пожарить, ну, и аптечку побольше, конечно, с регидроном, вот, ну, то есть, в целом, это может стоить от нескольких сотен рублей, в нашем случае, это было несколько миллионов рублей, конечно, ну, просто потому, что перелеты, там, сотрудники, работа, плюс СММ, история с поддержкой хорошая, то есть, ну, чуть-чуть подороже, чем несколько сотен рублей, но, по факту, может быть совершенно простой формат. Если говорить про твичевых стримеров, то, ребята, в целом, начинаются от, там, 20-30 тысяч рублей, если, там, очень простой какой-то стрим, простой стример, без сильных охватов, но, может быть, с глубиной, до, тоже, там, 150-200 тысяч рублей, в среднем, может быть, хороший стример, который поработает у вас пару часов, но сделает, может быть, потом какой-нибудь дополнительный контент, что-нибудь еще, там, про вас хорошего расскажет. Все, опять же, зависит от экспертности, охватов, аудитории. Вот, когда мы делали летом свою конференцию, VK Open, мы позвали девочку-стримершу, которая вела стрим 5 часов. Мы думали, что это будет довольно долго и грустно, но, на самом деле, практически все 5 часов, аудитория в моменте была от полутора до двух тысяч человек. Поэтому, когда мы заплатили несколько сот тысяч рублей, ну, не буду говорить цифру, ну, где-то там примерно. Не зря заплатили. Это, это как бы с лихвой окупилось. Это нормальная история. Но начинать, опять же, можно вообще с самых простых бюджетов, с, там, десятков тысяч рублей, и это будет ок. Про YouTube-шоу, где 30 человек только на площадке, я спрашивать боюсь, но все же. Ну, дорого. Ну, дорого, дорого. Ну, вот, вот ты говоришь, да, там, компания 100-50 человек, ну, просто компания на 150 человек, ну, просто им не нужно это YouTube-шоу с большей долей вероятности, это, ну, как бы неактуально. В общем, принцип такой, чем больше людей на площадке, тем дороже это стоит, вот так могу сказать. Тем меньше людей на площадке, тем дешевле это стоит. Да, справедливо. Ну, и за год, я думаю, там, набежало тоже. Но, вот, знаете, да, мы смотрели, мы как-то делали аналитику по нашему YouTube вообще в целом, как, что мы находимся, как мы находимся, чтобы приводить его в порядок, потому что там куча-куча есть всего, и мы условно считали, там, не знаю, момент, там, сколько там, не знаю, стоит видео с метапа, сколько мы по итогу, там, не знаю, просмотров набираем, сколько для нас там стоит по итогу один просмотр, ну, и мы все-таки пришли, наверное, к там, к мнению, если ты действительно там не просто снял видео, там, с метапа, а еще сделал какое-то внутреннее промо, закинул во внутренние чатики, закинул во внешние чатики, то все это окупается, все это действительно отбивается, если с точки зрения там маркетинга есть какая-то поддержка, вот. И у меня, пожалуй, последний вопрос, такой итоговый. Может, какие выводы вы сделали по своим форматам? Какие дальнейшие планы? Я не знаю, вот Эльбрус, ты захочешь еще раз запланировать? В общем, какие идеи, что, вот, какие итоговые мысли на данный момент? Главный, вывод, который я за вот эти вот проекты сейчас с Эльбрусом, с каким-то еще подобными штуками сделал для себя, что нужно очень сильно слушать, в моем случае, точно комьюнити, сообщество, ну, внутреннее то же самое, то есть нужно слушать ребят, чего они хотят. У них очень часто есть хорошие, клевые идеи, им не хочется стандартных, обычных форматов, не потому что за как-то заелись уже, да, типа, что обычно, нет, потому что обычные стандартные форматы не всегда позволяют нетворкаться, обмениваться знаниями, мнениями и проявить всем себя ребятам, а им очень хочется многим себя проявить, и поэтому такие нестандартные креативные форматы, они позволяют ребятам все-таки как-то себя зарекомендовать, либо там мощно, либо помогать удаленно, либо что-то еще делать, но сами такие форматы, это вызов, это всегда вызов, нужно понимать, Если у вас был до этого какой-то опыт, связанный с организацией больших, крупных ивентов, в которых всё нафиг идёт вообще не так, как вы запланировали, тогда делайте. Если у вас до этого были какие-то небольшие хорошие мероприятия, такие лампы, и всё было хорошо, ну, не то, что прям, как бы, буду сейчас вот так хвастаться, ну, короче, в общем, надо попробовать. Ничего-то маленькое тогда, потому что это сложно, это, правда, тяжело эмоционально, шутки про себя, да и волосы не шутки, и это действительно... Я со знанием спрашиваю. Да, это тяжело. Действительно, это окупает себя вообще удовлетворением самим собой, как специалиста, деврелла, организатора процесса, всё остальное. Руководители бизнеса, конечно, всегда радуются, что какие-то новые креативные штуки сделали, если они ещё залетели в охват, и если кто-то об этом кому-то сказал, ну, типа, это прикольно. Но, опять же, нужно очень сильно об этом всегда думать. Нужно упрощать максимально всё, что можно упростить, стараться делать более безопасно для себя, ну, как бы, искать другие варианты таких же охватов или таких же каких-то там результатов от ивента с меньшим количеством седых волос. Вот это главный выбор. Планируете повторять? Да, мы думаем что-нибудь сделать подобное в каком-нибудь подобном формате. Быть может в каком-нибудь летательном аппарате сделаем хакатон. Только не понятно, как мы будем оттуда SMM-сериал вести. Но, в общем, об этом думаем. Ребята, твичи точно будем продолжать. Возможно, мы прям сильно подумаем по поводу того, чтобы растить под себя блогеров твичовых. Ну, то есть, брать каких-то ребят с опытом, там, не знаю, геймдева или вот просто как блогеров на твиче, их самих погружать в разработку, в техно-блогерство, потому что, повторюсь, их правда не хватает в России. Очень мало ребят, с кем можно поговорить. А аудитория, ну, вот мы тут честны, поле не паханное. Огромное количество ребят смотрит ежедневно твич, ну, и аналогичные площадки. Для них это прям круто, это отдушина. Помимо того, обычных как бы каналов, там, ютуба и там, пока видео и все остальное, чего в мире присутствует. То есть, поэтому это направление точно будем развивать, просто будем думать, как растить, помогать, в общем, растить экологичное сообщество, именно блогеров, техно-блогеров. А у вас какие планы? У нас планы в первую очередь выложить все наши ролики, даже до этого момента, когда они окажутся на ютубе. Вот. А дальше мы будем смотреть на результаты, на охваты просмотра, на отклик. Особенно это касается, ну, то есть у нас есть 100% понимания, что если мы увидим хороший отклик от Java разработчиков, что это действительно интересно, что это действительно смотрится, что они видят в этом какое-то потенциальное развитие комьюнити, то, безусловно, мы нацелены снимать второй сезон, и мы планируем все больше и больше делать различных форматов именно, наверное, на ютубе. Я не буду говорить за, там, весь наш деврелый отдел, я могу сказать, там, типа, за свое направление, которое я отвечаю, потому что, ну, потенциально я вижу в этом большие перспективы. Спасибо большое, ребята, было суперинтересно. Мне кажется, мы вообще только верхушку айсберга посмотрели. Я думаю, что если у слушателей будет желание узнать подробнее, я думаю, они смогут к вам в личку обратиться, да, спросить какие-то детальчики. Вот. А я вас благодарю за этот выпуск. Напомню, что он проходит в рамках подготовки конференции HR API, и билеты, на которые можно купить на сайте hrapiconv.com. До новых встреч. Спасибо. Пока. Всем пока. Всем пока. До свидания.